Привет всем! Я знаю, что за последние сутки о визите Зеленского в Вашингтон было очень много видеорепортажей и аудиорепортажей, но я решил сделать свой. В основном это будет дайджест по американской прессе и телевидению, в моем переводе на русский язык. Видеоматериал не всегда будет соответствовать тексту, но у меня просто не было времени совмещать. Это будут просто скриншоты из Белого дома и из Капитолия. А тексты это мой перевод из Washington Post, New York Times, CNN, Fox News и ABC, то есть основные медийные средства Соединенных Штатов. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон рассматривалась как мини-государственный визит, который согласно многочисленным политическим источникам, знакомым с планами, имел чрезвычайное последствие для безопасности и будущего Европы и Америки. После того, как неделю назад Зеленский принял приглашение Джо Байдена посетить Вашингтон, Зеленский был доставлен в Америку через Польшу на военном самолете Соединенных Штатов и провел в Вашингтоне всего несколько часов. В Белом доме и в Капитолии встретился с Конгрессом. Зеленский прибыл в Вашингтон со своей охраной, а также с главой офиса президента Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Ну и конечно же американская сторона организовала очень хорошую охрану. Я начну с даджеста по New York Times. Пять выводов об историческом визите Владимира Зеленского в Вашингтон. Через 300 дней после вторжения в его страну России президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон, округ Колумбия. Исторический визит, окутанный тайной до последней минуты, был полон символики от тусклого зеленого свитера Зеленского до сине-желтого полосатого галстука президента Джо Байдена и украинского боевого флага, развернутого в Конгрессе. Однако эта поездка явилась гораздо больше, чем просто символы. Байден не стал бы приглашать Зеленского в Вашингтон в рискованную поездку за пределы Украины впервые с начала войны, если бы не верил, что можно добиться чего-то реального, встретившись лицом к лицу, а не по телефону. В результате переговоров оба президента явно дали понять, что видят эту войну, вступающую в новую фазу. По мере того, как Россия отправляет все больше войск на передовую и ведет жестокую воздушную кампанию против гражданских целей, растут опасения долгосрочной тупиковой ситуации. Тем не менее, даже после того, как Зеленский благополучно вернулся в Киев, так и не ясно, стал ли путь к прекращению конфликта более ясным. Получение ясности относительно позиций Зеленского, когда речь заходила о прекращении войны, было одной из главных прерогатив переговоров в Белом доме. Украинский лидер ранее выражал желание справедливого мира, который положит конец конфликту. Этот вопрос, по словам официальных следствий США, и был главный в переговорах. Сейчас Зеленский использовал воинственную риторику, предложив, что такой мир не близок из-за усиления ракетных атак из территории России. И он заявил, что путь к прекращению войны не лежит в уступках агрессоров. Для меня, как для президента Украины, справедливый мир – это не компромиссы, сказал он, подчеркнул, что не видит пути к миру, которые связаны с отказом Украины от своих территорий или потерей суверенитета. Позже, в своем обращении к Конгрессу, Зеленский сказал, что представил Байдену формулу мира из 10 пунктов, хотя официальные лица США позже заявили, что это был тот же план, который он уже предлагал мировым лидерам на саммите Большой 20-ки в прошлом месяце. Среди западных стран, сплотившихся в поддержку Украины, сохранялись опасения по поводу того, каким может быть долгосрочный план Зеленского. Со своей же стороны Байден сказал, что Зеленский должен решить, как именно он хочет, чтобы война закончилась. Да, это давняя проблема, которая пока оставляет множество вопросов без ответов. Между тем, как пишет New York Times, Зеленский shows he knows his audience and displays his showmanship, Что в переводе звучит в своем обращении к законодательному собранию, Зеленский эффективно использовал яркие примеры из американской истории, от решающей битвы при Саратоге во время войны за независимость США до битвы при Орденах во время Второй мировой войны. Он произнес свою речь на приличном английском языке. Даже его внешний вид подчеркнул важность визита. Знакомая все армянская одежда, штаны, карго, ботинки казались призваны напомнить аудитории, что они находятся в присутствии военного лидера страны, которая воюет. В ходе конфликта Зеленский продемонстрировал свою профессиональную способность апеллировать к аудитории, будь то национальные законодательные органы или аудитория Грэмми. В ходе встречи он попытался использовать эмоциональную реакцию американцев на страдания его страны, напомнив о темных холодных зимних ночах, когда Россия пытается полностью разрушить энергоснабжение Украины. Через два дня мы будем праздновать Рождество, может быть даже при свечах. Не потому, что это так романтично. Нет, не потому у нас просто не будет электричества, сказал он. А также, похоже, что многие американцы, в том числе некоторые республиканцы в Конгрессе, вслух задавались вопросами. Зачем же нужно тратить миллиарды долларов США для конфликта, который за тысячу миль от нас? В ответ Зеленский стремился доказать, что победа над врагом важна не только его родине. Битва идет не столько за жизнь, свободу, безопасность украинцев или любого другого народа, который Россия попытается завоевать, сказал он. Борьба определит, в каком мире будут жить наши дети, внуки и правнуки. Он добавил, ваши деньги это не благотворительность, это инвестиция в глобальную безопасность и демократию, к которым мы относим самым ответственным образом. Как вы помните, в начале войны Зеленский резко отклонил американское предложение эвакуироваться из Киева. А сейчас он прибыл сюда для лоббирования своих военных заказов. I need ammunition, not a right, Зеленский told to the US government. Сейчас, 10 месяцев спустя, он получил и то, и другое. Когда в среду Зеленский приземлился в Вашингтоне, его прибытие ознаменовало собой 10-дневную попытку американских и украинских официальных лиц организовать отрискованный визит, призванный заручиться поддержкой продолжающегося сопротивления Украины бандитскому вторжению в путинской армии. Незадолго до прибытия Зеленского администрация Байдена объявила, что направит Украине дополнительную помощь в области безопасности почти на 2 миллиарда долларов, включая новую сложную систему ПВО Patriot, которую Зеленский просил уже в течение долгого времени. В преддверии этого визита Зеленский сказал, что не поехал бы в Вашингтон, если бы не было значительного развития двухсторонних отношений с Соединенными Штатами. Зеленский рассоединил решение США отправить в Украину систему противоракетной обороны Patriot как серьезное изменение в отношениях между союзниками. Тем не менее, стоя рядом с Байденом, он был откровенен в том, что не считает, что только системы Patriot достаточно помощи. Мы хотели бы получить намного больше патриотов, сказал он, а Байден рассмеялся. Извините, мы на войне, у нас наши патриоты, но нам нужны и ваши. Между тем, в процессе беседы Зеленский многократно благодарил Байдена и выражал ему свое почтение. И все же Зеленский последовательно лоббировал дополнительную поддержку от США, несмотря на десятки миллиардов долларов в виде военной помощи, которую Байден уже ранее направил его стране. Но, как и в случае с множеством других иностранных лидеров, в эту среду Байден намеривался превратить физическое общение для лучшего понимания своего коллеги. Все дело в том, что в любом раскладе нужно смотреть прямо в глаза. Я имею в виду, это искренне. И я не думаю, что есть какая-нибудь альтернатива тому, чтобы сесть лицом к лицу и даже иногда с врагом, чтобы понять, как нужно действовать далее, сказал Байден. Зеленский удостоился встречаться со всеми самыми высокопоставленными официальными лицами Соединенных Штатов. Это показывает, насколько уважительно Америка относится к Украине, к ее бедам. Байден пригласил Зеленского в Вашингтон на эту неделю, потому что он считает, что война в Украине вступает в новую фазу. С наступлением зимы Российская Федерация продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре. И для Зеленского сейчас настал правильный момент сделать свой драматический публичный призыв к дальнейшей международной поддержке Украины. Он сказал, что новая фаза не только на поле боя. Лидеры всего мира сталкиваются с горькими посетствами российских вторжений. Высокие цены на эргоносители и продукты питания, отчасти вызванные жесткими санкциями против Москвы, доставили неприятность как в Европе, так и в США. В Вашингтоне республиканцы, готовые взять под контроль Конгресс, ясно дали понять, что не будут штамповать каждую просьбу Байдена о помощи Украине. Хотя опасения, что финансирование полностью иссякнет, кажутся необоснованными. В действительности, Конгресс США находится на пороге утверждения почти 50 миллиардов долларов дополнительной помощи в области безопасности экономики Украины. Выступая перед законодателями США, Зеленский неоднократно ссылался на членов обеих партий, пытаясь предоставить важность помощи от двухпартийного дела. Тем не менее, некоторые республиканцы отказались присутствовать на обращении Зеленского к Конгрессу в знак протеста против того, что, по их утверждению, слишком много денег уходит за пределы США. Именно на этом фоне Байден настаивал на том, чтобы поддержка Америки будет продолжаться. И в 2023 году он сказал, что для американского народа и для всего мира очень важно услышать непосредственно от президента Украины о необходимости этой помощи. И Украина будет стоять на своем. Вашингтон пост добавляет, Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой США в долгосрочной изразительной войной с путинской Россией. Президент Украины обратился к Конгрессу со страстным эмоциональным призывом к продолжению американской поддержки против безжалостного наступления России. Лично и страстно он говорил, почему Украина нуждается в дополнительной помощи и оружии перед законодателями, в рядах которых есть некоторые откровенные скептики в отношении будущей поддержки. Обращение Зеленского к совместному заседанию Конгресса прозвучало после его встречи с Байденом, которая стала первой международной поездкой за 300 дней войны. Два президента выступают единым фронтом против кровожадного режима России. Конгресс готов выделить на этой неделе новые 45 миллиардов долларов в рамках пакета расходов на конец года. Тем не менее, несколько республиканцев в Палате представителей раскритиковали пакет помощи и вообще визит Зеленского напрямую. Республиканец Чип Ро из Техаса назвал обращение украинского президента Конгрессу политическим театром. «Это скорее театр, — говорит он, — который организован нынешним уходящим руководством Демпартии, — сказал он журналистам на Капиталистском холме. Визит, который планировался в условиях строжайшей секретности, пришелся на ключевой переломный момент войны, когда армия Зеленского готовится к жесткой зиме, а будущее поддержание США просто необходимо. На этом фоне оба лидера намеревались возобновить свою позицию. Во время совместной пресс-конференции после частной встречи в Белом доме Байден заявил, что ставки войны выходят далеко за пределы Украины в новое время. «Мы понимаем, что борьба Украины — это часть чего-то гораздо большего, — сказал Байден. Американский народ знает, что если мы будем стоять в стороне к российской вопиющим атакам на демократию и свободу, мир наверняка столкнется с более худшими последствиями. Зеленский также назвал борьбу Украины более широкой, важной для демократии всего мира. «Желаю, чтобы вы увидели своих детей живыми и взрослыми, — сказал он на пресс-конференции, говоря по-английски, напомнив людям о количестве родителей, потерявших своих сыновей во время войны. Он добавил, — главное, чего я могу пожелать, — и, конечно же, быть вместе с нами вообще, потому что мы сейчас боремся за нашу общую победу над тиранией». Байден и Зеленский продемонстрировали друг другу теплоту отношений, обнявшись и одарив друг друга подарками и жестами. Байден также временами эмоционально говорил о необходимости поддержать Украину от ужаса войны, который Зеленский и народ Украины переживают от рук путинских бандитов. Зеленский отметил, безусловно, самая успешная внешняя политика Байдена заключается в том, чтобы возглавить коалицию в ответ на российское вторжение в Украину. «Факт-ньюс» подчеркивает, что Зеленский сказал, «благодарю каждую американскую семью за поддержку США, которая жизненно важна нам». Президент Украины Зеленский заявил в среду, что, несмотря ни на что, Украина выстоит и победит. И мы благодарим простых американцев за их поддержку в отражении российского вторжения. Жду ваших отзывов. Пока!